И, хазрат, маше Аллах, да, не секрет, что вы, маше Аллах, такой нащрет, у вас много нащрата. И скажите нам, поделитесь с нами, пожалуйста, если это не секрет, что вас мотивирует быть таким активным? Что побуждает именно хазрата. Да, или именно что побуждает вас? Субханал. Это такой чуть-чуть неудобный вопрос. Я считаю, что что бы ты ни делал, всегда это, ты как бы мало делаешь, скажем так, для религии. Поэтому, но основное, что у нас и каждого, не только меня, а каждый из нас, аль-хамдур, побуждает, каждого верующего, это что? Это любовь к Аллаху, субханалу ва-та-Аля. Это заработать довольствие Аллаху, субханалу ва-та-Аля. То есть, знаем, что наша жизнь, она короткая, вот, субханалу ва-та-Аля, быстро года летят. Вот от Рамадана до Рамадана, как быстро время прилетает, от пятницы до пятницы, субханалу ва-та-Аля. Сейчас уже сам думаешь, что вот на своих старших сценариях смотришь, вспоминаешь, что в этом возрасте, Сулейман, например, старший сын, в этом возрасте я уже в Альмитске учился. То есть, субханалу ва-та-Аля, уже самостоятельно, можно сказать, такой был. Поэтому время быстро летит, и все это уйдет, все это пройдет, и все останется в этой жизни. Только собой мы возьмем благие деяния. И, ахамду ва-та-Аля, как Аллах, субханалу ва-та-Аля, в Коране говорит, «Инна лахну мухи маута, ва лактиву маа каддаму ва аэтарахум». То есть, мы воскрешим сюда день умерших. И все, что они сделали, мы зафиксировали, и их следы, которые они остали в этой жизни. Поэтому, субханалу ва-та-Аля, когда мы, например, сейчас наутре молитвы приезжаем, в Россию снег, когда ты приезжаешь на утренний намаз, ты идешь по снегу, видишь, что твои следы остаются, субханалу ва-та-Аля, когда ты приходишь, заходишь в дом Аллаха, субханалу ва-та-Аля. Потом ты выходишь, видишь, что твоих следов нету, или их почистили, снег убрали, или Аллах, субханалу ва-та-Аля, послал ветер, то, что твоих следов не видно. Они в этой дуне, они не видны, но ты знаешь, я кильнан, убежден, что если у тебя было это ради Аллаха, субханалу ва-та-Аля, то, что они зафиксированы в небесах, Аллах, субханалу ва-та-Аля, даже если их не видно в этой дуне. Поэтому вот эти, так скажем, основные моменты, я думаю так. Я бы не сказал, что это такой нашеет, как вы говорите, это хусну ванна кум вараку ва-та-Аля. Поэтому, ну, такой двигатель, наверное, вот, основной двигатель, который побуждает не только меня, и всех нас, верующих, это что, это стремление, любовь к Аллаху субханалу ва-та-Аля, и понимание, что время пролетает, и дела дуне, они никогда не закончатся, никогда не закончатся, и все это пройдет, и без тебя, там, тебя не будет в этой жизни, все, что ты даже заработал, без тебя поделят, и так далее. Ничего не изменит. Да, ничего, да. Но последние пять лет, я бы сказал, потому что у меня до этого не был инстаграма, уже давно, когда инстаграм существовал, я стеснялся как-то, в Аллахе, вот вам, у нас такая сейчас беседа, такая братская, я стеснялся открыть инстаграм, как-то, ну, не знаю, как-то думал, говорить, то есть я недостойный, есть более достойные шейхи, это более достойные братья, имамы, чем я, чтобы что-то там на публику говорить, поэтому, аль-хамдуллю, у меня были уроки в мечети, всегда были уроки, я помил с Аллаха, и сейчас тоже мы, аль-хам, хадисы изучаем, у нас и фиқ прошли, акиду прошли, адат, ахляк, Кур'ан, думал, этого достаточно. Когда самое такое, наверное, что меня подтолкнуло, вот именно, так скажем, в соцсетях, это когда мой папа, рахмалаллах, тоже был имамом, и он, такая с ним близкая, такая, близкие отношения были, не просто как между отцом и сыном, а такие дружеские отношения, и когда Аллах, субханаллах, забрал его душу, он как раз проводил молитву, намаз в мечети, Аллах и упал, четверг был, четверг, я салат-аль-магрид, ахшам намаза, в третьем ракете он упал, и все больше он в себя не приходил, я хотел что-то такое сделать, чтобы принесело пользу в могиле моему папе, рахмаллах, и когда поехал в Саудию, я поговорил с шейхом Хасаном Бухари, который, знаете, в Мекке, с шейхом Салихом Мухаммести, и когда он их спросил, что самое лучшее я могу, так скажем, принести пользу своему отцу, на что они сказали, нащур аль-им, распространять знания, распространять знания, если ты где-то там не зарегистрировался в соцсетях, зарегистрировался, сделай намерение ради Аллаха, субханаллах, и чтобы эти все награды, все, которые шла, чтобы шла твоему отцу, поэтому, ума, моя ума, и в инстаграме, потому что, субханаллах, когда только отвали, кто-то меня там хвалил, я не хотел, чтобы, потому что шейтан все равно вас-вас делает, когда тебя хвалят, ты читаешь, и у тебя руджик, то есть, какой ты хочешь, не хочешь, у тебя, это автоматически, мася Аллах, приятно, когда тебя хвалят, думаю, нет, поменяйте, я же сделал ради Аллаха, чтобы отцу пошла награда в могиле, второе, бывает, не все будут, никогда не будут, все люди того, мы довольны, может кто-то что-то такое написать, кто-то ему ответить, и на моей страничке пойдет спор, как бывает, друг друга обзывают, ругают и так далее, я думаю, я не гонюсь за подписчиками, мне не нужно там этот, какой-то там, похвала и так далее, потому что, Аллаху субханалу, поэтому будет посоветоваться, я с шейхами посоветовался по этому вопросу, и с нашей командой, поэтому было бы лучше, наверное, убрать вот эти комментарии, а кто захочет вопрос свой задать, он может тебе позвонить, может тебя найти, может написать, поэтому, вот такое, как бы, основное, последнее вот время, пять лет, то, что меня вот, меня потолкнуло, это, даже у нас группу, мы по Корану, которую у нас, по хадисам, назвали в честь моего отца, группу Чалкат, и как садакат-ль-джари, я сделал это для своего отца, Барак Лады. Пусть Аллах премьер позвала. Аминь, 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 Барак Лады. Аминь, Аминь.